Добро пожаловать или все же пока вход воспрещен? Сегодня будущих переселенцев из аварийного жилья пригласили посмотреть на квартиры, в которые им предстоит переехать. Люди должны решить, оформлять документы и исправлять новоселье уже сейчас, либо подождать завершение благоустройства территории. Подробности в следующем сюжете. Они жили в деревянных аварийных бараках с удобствами на улице. И когда оказались на пороге новенькой многоэтажки, сжимая в руках заветные ключи от квартир, эмоций не сдерживали. Мы переезжаем с парижской коммуны. Дом 10. Барак. Невозможно было там жить. Последние 8 лет снимали квартиру. Вода, туалет на улице, печки газовые, каменные. Все рушилось. В общем, невозможно там было жить уже. Ну, 20 лет там мы прожили, а потом уже стали скитаться. Деревянный барак, отопление печное, за водой ходили на колодец. Хорошая перспектива, здесь будем жить, условия. Здесь будет, наверное, красиво. Думаю, что будет им здесь уютно. Ребенок, потому что маленький. Так что нас, по-моему, все устраивает. Дом построен, квартиры распределены. Однако, прежде чем справить новоселье, жителям и городским властям предстоит решить ряд вопросов. Мы вас сюда пригласили для того, чтобы посмотреть качество этих квартир и принять решение, когда мы вам их будем передавать. Много вопросов, много споров, много разногласий. Но, тем не менее, дома стоят, квартиры готовы. Поэтому мы хотели вам предложить пройтись, посмотреть, какие квартиры вы получите. После этого собраться и ответить на все ваши вопросы. Новыми квартирами, в которых есть вода, газ, канализация, отопление, жители аварии, конечно, довольны. Переселенцам даже не придется делать ремонт. Отделка беловая. Мы переселились с улицы Фучика. Фучик 31. Сколько квадратных метров было квартир? 48,7. У нас было квадратных метров, а здесь 63. То есть на 15 метров квартира стало больше? Правда, пока около домов, вместо газонов и детских площадок куча земли. Вместо асфальта – бетонные плиты. Застройщики отмечают, те, кого эти обстоятельства не смущают, могут оформлять документы и заселяться. А подобного рода неудобства будут исправлены в течение полутора месяцев. Я усоверяю, потому что выполнялись весенне-зимний период, я усоверяю, здесь к концу мая будет высококачественное асфальт-бетонное покрытие, архитектурные формы. Здесь все будет выполнено на достойном уровне. Так или иначе, в этот и соседние дома скоро въедут 59 семей. Переселение идет в несколько этапов. Сейчас переселена 161 семья. Алексей Ладыков отметил. Отстаем, потому что берем не только количеством, стараемся законами, способами сэкономить бюджетные деньги, чтобы вернуть их в то же жилье. Самым простым решением для нас была бы покупка квартир на рынке. На рынке, вы все знаете, квартиры стоили 42 тысячи за квадратный метр. Здесь мы приобретаем по цене 28 400. Не было возможности купить готовые квартиры по 28 400. Благодаря подрядной организации, благодаря компании СУОР, с которой мы договорились, мы заключили контракт по цене 28 400. И не было тех площадей, которые нужны были для расселения. Ведь на рынке квартиры однокомнатные, меньше 40 метров редко встретишь. А нам нужны были квартиры по социальной норме, которую мы приняли на собрании депутатов. 23,5 квадратных метров однокомнатная квартира. Чуть более 40 двухкомнатная квартира. Этих квартир не было. Поэтому нам пришлось проектировать эти квартиры, объявлять торги, строить. И вот сегодня мы видим реализацию проекта. Такие меры помогли сэкономить для городской казны полмиллиарда рублей, отметил глава администрации. Ольга Пырочкина, Андрей Шоколев, Республика.